Христо-поклонники. Поэма Ибн-Уль-Каима. Подготовлен комитетом колледжа Сунна под руководством шейха Хайса Масархана, бывший преподаватель в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Христо-поклонники, вот вам вопрос наш. Пусть на него ответит тот, кто сможет. Если Господь погиб от рук злодеев, что за Господь такой, скажите всё же? И разве Он доволен их поступком? Коль так, тогда они блаженны тоже. А если Он разгневан их деянием, тогда они сильнее Его похожи. И значит, мир без Господа остался, того, кто отвечать и слышать может. И значит, семь небес осиротели, когда Он в сыру землю был положен. Осталась Вселенная без Бога и Управителя, прибит к кресту ведь Он же. Как ангелы могли Его оставить без помощи, увидев слезы Божьи? Как выдержали деревяшки Бога, когда затылком был к доске приложен? И как к Нему приблизится железо, и как Его пробить и ранить может? И как могли враги Его руками ударить, прикоснувшись к Его коже? И сам Христос, себя ли оживил Он? Или воскресил Его другой Бог всё же? Как может быть, земля покрыла Бога, и даже чрево было Ему ложем? Пробыл Он девять месяцев во чреве, во мраке кровь Его питала тоже. Через отверстие младенец вышел, сосок груди Ему был в рот положен. Он ел и пил, и, как другие люди, нужду справлял. И это Бог твой тоже? Бог выше измышлений христианских. Христианин за это будет спрошен. Крестопоклонники, и что вам делать? Орудие смерти чтить? Или ненавидеть может? Не будет ли разумней сжечь вам орудие смерти или уничтожить? Коль Бог на нем насильно был распятый, И был руками он к кресту пригвожжен? Тогда сей крест пусть будет вечно проклят. Топчи его, а целовать его не гоже. Его ты чтишь, а Бог на нем унижен. Не друг ты всё ж, а ненавистник Божий. А если поклоняешься кресту ты за то, что нёс он тело Бога всё же, Так крест его давно уже утерян. Откуда знать, на что он был похожий? И отчего тебе не кланяться могилам? Ведь твой Господь в могилу был положен. О, раб Христа, опомнись ты скорее. Было начало, и конец был тоже.